Лекция по Шимадбхагаватам Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Перевод Высшим занятием, или дхармой, для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Продолжение следует... Каждый ищет удовлетворение. Каждый борется за существование, ради того, чтобы в конце концов обрести счастье. Но хотя в этом материальном мире люди думают, что, заполучив материальные богатства, они обретут удовлетворение, Это в действительности не так. Например, в вашей стране достаточно материальных благ, больше, чем в других странах. Но люди все равно не удовлетворены. Несмотря на то, что здесь есть все необходимое для материального наслаждения, у вас достаточно пищи, у вас хорошие квартиры, машины, прекрасные дороги и очень хорошие возможности для свободного секса и также очень хорошие возможности для защиты. Все есть. Но люди, тем не менее, не удовлетворены. Они сбиты с толку. И молодое поколение становится хиппи. Они протестуют против этого, потому что не удовлетворены. Я несколько раз приводил пример, что в Лос-Анджелесе, когда я выходил по утрам на прогулку в Беверли-Хиллз, я видел, как многие хиппи выходили из очень респектабельных домов. И было видно, что у этих молодых людей очень богатые отцы, замечательные машины. Но, тем не менее, они одевались как хиппи. Это протест, брошенный в материстической системе общества. Им не нравится эта система. В действительности, материальное процветание не может принести нам счастье. Это факт. Об этом также говорится в Химадбхагаватам. Прохлад Махарадж обращается к своему отцу-атеисту. Его отца звали Хирани Кашипу. Хирани означает «золото». А Кашипу – мягкая постель, диван. Вот это и есть материальная цивилизация. Люди хотят мягкую постель и подругу в постель. И достаточно денег на банковском счету. Такое. Прохлад Махарадж обращается к своему отцу. 2019 года года он оказался к своему отец. Ольга Кашипова. Он был не счастлив, а то, что он был не счастлив, что его сын Прадхаза был превосходом к Богу, который он не любил. Так, он inquired от его сына, что как вы думаете, как вы думаете, как вы маленький сын, в чем же, скажи, твоя настоящая сила? И тот ответил, мой дорогой отец, глупые люди не знают, что конечная цель счастья — это Вишну, Бог, Верховный Господь. Дур, они надеются, когда надеются не на что. Они надеются на то, чему никогда не суждено сбыться. А что это такое? Бахир артха. Бахир означает внешнее. Артха означает интерес. Те, кто не знают, что конечная цель их счастья — это Вишну, они думают, что если они хорошенько все устроят в этом внешнем мире, существуют внутренние и внешние стороны нашей жизни. С внешней стороны мы — это тело, но внутри мы — душа. И каждый может это понять. Я не тело, я душа. Я покрыт этим телом, и как только я уйду из него, в теле не будет никакого смысла. Это может быть очень важное тело, тело великого ученого, но тело не является ученым. Ученым является душа. Тело — это просто инструмент. Подобно тому, как я хочу взять что-то, я делаю это с помощью своей руки. Это мой инструмент. Поэтому на санскрите разные части тела называются каран. Каран означает то, с помощью чего мы действуем. Каран означает то, с помощью чего мы действуем. Каран. Атмабуддхи кунапе. Кунапе означает мешок. Это лишь мешок из костей, мускулов, кожи и крови. Если мы разрежем это тело, то что мы там обнаружим? Кучу костей, кожу, кровь, внутренности, гной и ничего другого. Итак, кунапе тридхатуки. Все это создаётся тремя элементами, тридхату, которые называются капа, пита и ваю. Капа – это слизь, пита, желчь и воздух. Все это производится в нашем теле. Наша пища перерабатывается в эти три элемента. И если эти три элемента сбалансированы, уравновешены, то тело здорово. Но если какой-то элемент начинает преобладать, то мы болеем. В соответствии с аюрведой, это также веда. Аюр означает продолжительность жизни, а веда значит знание. Эта наука называется аюрведа. Это ведическое знание о жизни очень несложно. Тем, кто изучает эту науку, не требуются патологические лаборатории и клиники. Просто необходимо изучить эти три элемента – капа, пита и ваю. Они ставят диагноз по пульсу. Вы знаете, как работает пульс. Они владеют искусством понимать по пульсу, в каком состоянии находятся эти три элемента в теле – капа, питу и ваю. И по этому состоянию в аюрведе описываются симптомы. По пульсации в венах и ритму сердца. Они понимают состояние здоровья и выявляют симптомы. И как только они выявляют симптомы, они спрашивают у пациента, «Вы чувствуете это?» Если он говорит «Да», то диагноз подтверждается. По пульсу можно определить состояние внутренних органов, после чего готовится лекарство. Больной сразу же принимает лекарства. Очень просто. В прежние времена каждый браман изучал эти две науки – аюрведу и джиотирведу. Джиотирведа – значит астрология. Те, кто был менее разумен, чем браманы, то есть кшатри, вайши и шудры, они нуждались в браманах, которые лечили и могли предсказывать будущее. Ведь каждому очень хочется узнать, что ждет его в будущем, что с ним случится. И также каждый озабочен своим здоровьем. И браманы просто давали рекомендации по здоровью и предсказывали будущее. Это и была их профессия. А люди давали им пищу, одежду, чтобы им не нужно было работать где-то еще. Но так или иначе, об этом рассказывать долго. Итак, это тело представляет из себя мешок, состоящий из трех элементов – «Исиатма будхи куна петри дхатукья». И в Бхагаватуме говорится, «Исиатма будхи куна петри дхатукья». «Я не тело. Это лишь средство передвижения». Например, мы ведем машину. Я веду машину. Но я не являюсь этой машиной. Точно так же тело представляет из себя янтру – механическое средство передвижения. «Кришна, Бог, предоставил мне эту машину, поскольку я желал получить ее». Это утверждается в Бхагавадгите. «Мой дорогой Арджуна, Господь в форме параматмы присутствует в сердце каждого». И он предоставляет живому существу возможность путешествовать. Сарва-бхутани – путешествовать по всей Вселенной. «Янтра-ру-дхани-майя-я». Это живое существо ведет машину, которая предоставила ему материальная природа. Итак, наше настоящее положение в том, что я душа. И мне дали хорошую машину. Хотя это может быть вовсе не такая замечательная машина, но поскольку я получил эту машину, какой бы ржавой она ни была, я начинаю думать, что она замечательная. И я отождествляю себя с этой машиной. Вот какая у меня машина, я ее хозяин. Если человек едет на очень дорогой машине, он забывает о том, что он бедняк. Он думает, что я являюсь этой машиной. Так он отождествляет себя с ней. Тот, кто принимает свое тело за самого себя, а родственников, свадхи, принимает за своих, мой брат, моя семья, моя нация, моя община, мое общество. Все это он считает своим. Это ложное понятие о я и моем. Он заблуждается, отождествляя себя с этим телом и считая, что ему принадлежит все, что имеет отношение к этому телу. Бхуми значит земля. Иджа дхих. Иджа значит то, что достойно поклонения. В настоящее время это представление о себе, как о теле, прочно укоренилось в людях. Я американец, я индус, я европеец, мусульманин, я браман, я кшатрий, я шудра, я то, я это и так далее. Это понимание очень сильно в людях. И поскольку я отождествляю себя с определенным типом тела, я поклоняюсь той земле, на которой родилось это тело. И это национализм. Тиртха. Место паломничества. Люди обычно принимают омовение. В священных реках, например, христиане отправляются к реке Иордан, чтобы омыться там. Или индусы идут в Хардвар, чтобы омыться в Ганге. Или они едут во Вриндаун, чтобы принять омовение там. Но беда в том, что люди думают, я омылся в этой священной воде, и мне больше ничего не нужно. Я уже достиг совершенства. Нет, на самом деле, люди совершают паломничества по святым местам для того, чтобы найти там опытных, духовно продвинутых людей. В таких местах можно встретить много истинно-духовных людей. Поэтому человеку следует идти в такие места, искать там опытного трансценденталиста и учиться у него. В этом настоящая цель паломничества. Мы не должны просто идти туда, принять омовение и считать, что на этом все закончено. Абиге, тот, кто знает, нам следует обратиться к очень осведомленному человеку. Абиге. Кришна является Абиге, Сварад. Аналогично представитель Кришны также Абиге. Это естественно. Если человек общается с Кришной, если он разговаривает с Ним, должно быть он очень учен, Абиге. Потому что он учился у Кришны. Знания Кришны совершенны. И поэтому знания такого человека также совершенны, потому что он учится у Кришны. Абиге. И Кришна разговаривает с таким человеком. Это не какой-то вымысел, нет. Как я уже сказал, Кришна находится в сердце каждого. И Он разговаривает с человеком, заслуживающим доверия. Например, какой-нибудь важный человек обычно разговаривает с людьми, заслуживающими доверия. Он не тратит свое время на разговоры с каким-нибудь никчемным человеком. Он разговаривает, это факт. Но Он не говорит с бестолковыми людьми, Он разговаривает с истинным представителем. И как же мы можем узнать о том, кто является авторитетным представителем? Об этом говорится в Бхагавадгите. Кто является истинным представителем? Кришна говорит, я даю Ему разум. Кому? Сататайуктанам. Тем, кто занят служением Ему 24 часа в сутки. Кришна? Кришна. Баджетам. Баджан. Баджан. Кришна. Занят преданным служением. А что это за преданное служение? Преки Пурваком. Служение с любовью и преданностью. Тот, кто занят преданным служением Господу, с любовью и преданностью. преданностью. А каковы признаки любви? Самый важный, самый первый признак того, что у человека есть любовь к Господу, это то, что преданный хочет, чтобы имя и слава Господа распространялись повсеместно. Он хочет, чтобы слава имени его Господа разносилась повсюду. Это и есть любовь. Если я кого-то люблю, я желаю, чтобы его слава распространялась по всему миру. И Кришна также говорит в Бхагавадгите, «Нет никого более дорогого Кришни, чем тот, кто проповедует о его славе». Все это есть в Бхагавадгите. Там описывается, как вы можете любить Бога, каковы признаки любви к Богу, как вы можете удовлетворить Бога, как Он может разговаривать с вами. Там все есть. Вы должны просто воспользоваться этим. Мы читаем Бхагавадгиту, но почему-то кто-то, читая Бхагавадгиту, становится политиком. Что это за чтение Бхагавадгиты? Конечно, человек может оставаться политиком, но истинная цель чтения Бхагавадгиты — познать Кришну. Если человек знает Кришну, он знает все. Он знает и политику, и экономику, и науку, и философию, и религию, и социологию. Все знает. Так приписывают веды. Если вы поймете Бога, Кришну, то вам все будет открыто. Потому что Кришна говорит «Будь йогом дадамитам». Если Кришна дает вам разум изнутри, то сможет превзойти Его. Никто не в состоянии превзойти Его. Но Кришна может дать вам разум только в том случае, если вы станете преданным, если вы полюбите Кришну. И что это за буддхи-йога? В чем ценность Бхагавадгиты йоги? Буддхи-йоги. А ценность в том, что... Ена-маму паяньте-те. С помощью такого разума, буддхи-йоги, человек сможет вернуться домой, к Богу. Он не отправится в ад. В ад отправляется благодаря материальному разуму. В Бхагаватам обсуждается все. Для материалиста... Аданта-гобхи. Аданта означает необузданные, неконтролируемые. Го значит индрия, или чувство. Материалисты не умеют контролировать свои чувства. Они слуги своих чувств. Го-даса. Го означает индрия, чувство. А даса значит слуга. И когда вы овладеваете своими чувствами, вы становитесь госвами. Это тот, кто научился в совершенстве контролировать свои чувства. Свами — это то же самое, что и госвами. Го-свами означает, что и госвами. Обычно люди не умеют овладеть чувствами и неверно считать, что Кришна отправляет их в ад. Человек сам себе расчищает путь. Либо домой, к Господу, либо вниз, в темнейшие области ада. И человеческая форма жизни предоставляет такую возможность. Два пути. Вы можете выбрать. Кришна спрашивал Арджуну, рассеялась ли теперь твоя иллюзия? Ну, а пейс. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok